Продолжаем наши разговоры о здоровом образе жизни, в частности об отказе от этой пагубной привычки курить. Сегодня у нас в гостях Александр Корнилов, актер театра «Кукол» и по совместительству теперь уже участник телепроекта «Независимые люди». Это как раз телепроект, направленный на то, чтобы люди бросили курить. Вот, кстати, у нас Александр будет одним из тех, кто будет бросать курить. В первую очередь, хотелось бы сразу поинтересоваться, а сколько уже привычки исполнилось-то лет? 11 лет. А вам? Мне 28 сейчас. Ну, то есть срок хороший достаточно. Как это вообще впервые произошло? Получается, после школьной скамьи... Да, я закончил школу, приехал в Благовещенск, заселился в общежитие и пошел взрослый. Да, взрослая жизнь началась. Да, взрослая жизнь началась, так сказать. Ну вот, пока вы были молодые, юные, естественно, в культуре все это весело, обсуждаются разные творческие проекты, и вроде бы как это вот курить даже богемно считалось, наверное, да? Модно. Ну, это, да, тогда было модно, а сейчас как-то уже это становится более анти-социальное, скажем так. То есть уже модно как бы заниматься спортом, творчеством, собираться какие-то новые проекты придумывать, а курить как-то тоже стало... Ну вот творчество в вашей жизни, в принципе, присутствует. Вы актер театра «Кукол», а здесь действительно все очень много, можно какие-то способности свои проявить. А была возможность какая-то бросить, да? Может быть, вы пробовали заниматься спортом? Ну, я бросал несколько раз, где-то раза четыре, наверное, примерно так. Один раз по книге от Алана Карра, потом один раз была вынужденная, такая проблема была с голосом, как бы. Но впоследствии все равно потом начинал. Стресс, опять же, нервная работа. И ничего не помогало ему. Будем надеяться, что проект «Независимые люди» поможет, друзья, бросить курить всем тем, кто на него придет участниками, в том числе Александру. Александр, а вот это вот желание сейчас бросить, это все-таки дань моде, потому что так это не модно? Или все-таки это уже стало как-то мешать? А здесь как бы все в комплексе. Это, во-первых, как бы свое здоровье, это свои ежеденьки, как бы. Плюс в работе это мешает. Ну, опять же, не модно. А каким образом это мешает в работе? Мне кажется, наоборот, творческие люди после того, как репетиция завершилась, пошли в курилочку, посидели, обсудили за сигареткой. Да, как бы вот это... Проблема в том, что он влияет на связки. Нам как бы врач, фонятор, специалист, она всегда говорит, бросайте курить, бросайте курить. Было модно как-то утверждение о том, что наоборот, сигарета делает у актера голос более бархатистым, таким красивым. Это ошибочное мнение, как бы, возникает. То есть, когда играешь в спектакль, допустим, да, бывает, ну, у нас детский спектакль, на связках. Связки, соответственно, после спектакля более-таки оголены. И тут ты выходишь и... И как раз-таки на эти оголенные связки все вот это вот яд. А вообще я так представляю, да, представляешь, ты заходишь в театр, будучи там ребенком, и тут такая кукла, там, прокуренным голосом, ля-ля-ля. А каким-то образом поддерживаешь вот сам голос, да? Может быть, там, не знаю, молоко пьешь перед спектаклем. Такое бывает? Яйцо. Кукол? Да. Нет, особо, как бы, ну, есть какие-то упражнения непосредственные для разминки. А так, ну, соответственно, распевки у нас идут перед спектаклями, то есть с вокалистом занимаемся. Вот так сам. Коллеги поддерживают твою идею стать участником проекта? Они вообще знают о том, что... Они пока еще не знают. Мне вот Ллег позвонил, говорит, я узнаю о тебе из новостей. И сегодня из апельсинового утра, кстати, тоже кто-то из знакомых Александра об этом узнает. А поддерживать кто? Мама с папой только узнают, что он начал курить-то. Папа уже из-за ремень возьмет, скажет, ах, то он у меня еще и курит, ну, тут я его воспитаю. Вот разные есть способы, чтобы бросить курить. Вот этот самый отцовский ремень, мне кажется, очень действенный, по крайней мере, пока ребенок еще пытается только к этому пристраститься. А вот каким способом все-таки вы хотите прибегнуть, Александр? Потому что я понимаю, что телепроект предложит разные варианты. Вы вот за кардинальный или за какие-то альтернативные? Вот как бы вы хотели? Я за то, что поможет. То есть на все, что угодно можете пойти, лишь бы отказаться от этого. Но вы сами-то готовы. Вот смотрите, обычно бывает так, что проект предусматривает уже какую-то внутреннюю готовность. Вы сейчас вот снижаете дозу себе? Пока нет. Нет, в принципе, у меня как бы зависимость больше не от самого никотина, скажем так, а психологическая. То есть проснулся, надо покурить. Поел, надо покурить что-то. Может быть, тогда это чем-то заменить, просто попробовать? Вместо того, чтобы взять сигарету, взять кружечку чая или леденец, если уж так хочется что-то в рот засунуть? Как-то не помогает. Кто поддерживать будет вас? Друзья, родители. Папа с ремнем. Не возвращайся. Да, я думаю, что они не знают, но они узнают, но будут рады. Особенно мама. Предстоящий закон о борьбе с курением в общественных местах, который вот уже летом должен вступить в силу, как ожидают коллеги? Ну и ты как к этому относишься? Я думаю, что в принципе он особо не повлияет, потому что, ну, поначалу да, будут следовать. Здесь нужны какие-то другие меры. Если бы подняли сразу акцизные сигареты, тогда бы уже люди задумались. То есть все-таки удар по кошельку, вы считаете, это эффективная мера? Да, если бы как в Европе стоила пачка 200 сигарет, тогда бы то уже обычный студент не смог бы уже себе позволить. А сколько вы тратите в день на сигареты? Или в неделю? Вот так вот считали хотя бы, сколько это сумма составляет? Ну, как бы умеет. Ну, в год набирается хороший телефон. В сутки 100 рублей, получается. Ну да, 700 рублей в неделю и того. В общем, хороший ноутбук даже и компьютер. В общем, каждый год, каждый год. Можно было потратить их на другое. А нет, портим свое здоровье вот так вот. Какие пожелания есть тем людям, которые сейчас смотрят наше апельсиновое утро? Вести здоровый образ жизни. Не курить, не пить. Чаще улыбаться? Заниматься спортом, да, позитивного настроения. Ну, с алкоголем вопрос спорный. Потому что ученые говорят о том, что в малых дозах, если это делать регулярно, это гораздо полезнее, чем полный отказ от алкоголя. Это ученые уже подтвердили. Этим занимались много лет американские ученые. Поэтому с алкоголем тут нужно, в общем-то, разобраться. А не комплексовое исследование. В общем-то, все в меру, может быть, даже и полезно. А вот с курением действительно все прям вот. И вот когда вы берете пачку, у меня просто вот это интересно, Александр. Там же крупными буквами сейчас написано. Курение вас убивает. Мне кажется, курильщик ее просто не замечает. Он становится на этот момент какой-то близоруким или наоборот рассеянное зрение. Переводится это как-то все на шутки. Да, то есть даже, в принципе, где-то написано, с одной стороны, курение убивает, с другой стороны, там разные приводят к сердечным заболеваниям, бесплодие. Ну, так переводится все. А вы когда почувствовали, что вот пора заканчивать? Был такой момент, когда вы почувствовали? Да я вообще не знаю, зачем я начал, в принципе. Я так понимаю, что раз до 17 лет вы не курились, значит, все-таки это была какая-то все-таки пропаганда, воспитание родителей, школьного коллектива. Больше как бы от родителей шло. Ну, как бы я сам был ярым таким противником курения, писал всякие статьи в газете, в резерве. Активный мальчик. А как же так получилось-то? Вот потирали двоечники, потом руки. Ага, Саня-то наш, ага, корешок. Они бросили, а он начал. Замечательно. Получилось так. Взрослая жизнь. Взрослая жизнь всегда полезна. Ну что ж, в общем, уверенность и оптимизм от участия в нашем телепроекте все-таки есть. Да, я надеюсь, что избавлюсь раз и навсегда, и больше не начну. И после этого Александр может сказать себе сам, что он стал независимым человеком. Действительно, надо надеяться, что так оно и будет. Самое главное, это внутренняя уверенность и готовность отказаться от этой пагубной привычки. Огромное спасибо, Александр. Сегодня у нас в гостях был Александр Корнилов, участник телепроекта «Независимые люди», актер театра «Кукол». Александр, ну мы от всей души желаем вам все-таки удачи, все-таки побороть вот эту пагубную привычку, потому что берите пример с нас, ведущих «Апельсинового утра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова